МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если сделка с Ираном провалится, Барак Обама готов к боевым действиям против Исламской Республики на кону безопасности Израиля. 400 американских против 4000 российских военных маневров. ВВС США в Европе. Российская авиация играет мускулами в Жуковском. Путин едет в Нью-Йорк. Зачем Гуччи наши лучше? Президент Лукашенко выступил с пламенной речью в преддверии выборов. О моде и долларе, о белье и светлом будущем. Итак, об этих и других темах подробнее. Обама пригрозил Конгрессу войной. Президент США уверен, если законодатели проголосуют против ядерной сделки с Ираном, то боевых действий против Тегерана не избежать. Как заявил американский лидер в обращении к еврейским организациям, Белый дом не может допустить появления в Исламской Республике оружия массового уничтожения. И если не получится решить дело миром, то он, Барак Обама, готов к войне. К полномасштабной войне готовятся и на Ближнем Востоке. Лига арабских государств создает единую армию. За ситуацией следит мой коллега Владимир Нанец. Если Конгресс США провалит ядерную сделку, Иран отыграется на Израиле. Барак Обама, обращаясь к американским евреям, заявил, единственная альтернатива мирному договору – война. Чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия, Вашингтон готов нанести превентивный удар. Но в этом случае Тегеран ударит в ответ. При помощи подконтрольных ему экстремистов из Хизбаллы. И не по США, а по более близкому противнику – Израилю. Так что еврейскому лобби стоит дважды подумать, прежде чем саботировать сделку. В этом случае у нас действительно нет вариантов. Любой президент США, я или мой преемник, должен быть уверен, что Иран не получит ядерное оружие. Я намерен прибегнуть к некоторому виду военных действий, так как у нас не будет много иных вариантов. Я предполагаю, что кто-то является поджигателем войны, то есть хочет войны. А ядерная сделка с Ираном является лучшим дипломатическим решением для предотвращения создания Тегераном собственного ядерного оружия. С такой позиции американского лидера согласны далеко не все. Попытку Барака Обамы представить противников соглашения сторонниками войны про израильских политических кругах назвали возмутительной. Не вдохновило и обещание главы Белого дома прикрыть еврейское государство железным зонтиком совместной американо-израильской системы про нового поколения. На всякий случай. Убеждать в собственной правоте Обаме приходится не только влиятельные еврейские организации. В США все громче звучат голоса противников, сделки в среде военных. В частности, против нее публично выступили около 200 отставных генералов и адмиралов американской армии. Не отстают и политические противники президента-демократа. Проблема внешней политики Обамы и Клинтон в том, что они не могут сделать хороших ребят из плохих парней. Как результат, мы оттолкнули всех наших союзников. Никогда не было администрации более враждебной Израилю, чем администрация Обамы. Они отталкивают наших друзей и подставляют плечо нашим врагам. Поэтому мы смотрим на сделку с Ираном как на большую угрозу национальной безопасности США. Если эта сделка состоится, администрация Обамы без преувеличения станет ведущим в мире спонсором радикального исламского терроризма. Противники наступают со всех сторон. Он и президент в срочном порядке мобилизует своих сторонников на случай, если ему придется воспользоваться правом Вето. Чтобы оно вступило в силу, Обаме необходимо заручиться поддержкой 34 сенаторов. На сегодняшний день их число уже достигло 30. Однако ни одного республиканца среди них нет. Белый дом продолжит предпринимать попытки, чтобы получить как можно больше поддержки по поводу соглашения, которое удерживает Иран от получения ядерного оружия в обеих палатах Конгресса. Наблюдатели отмечают, сейчас главное удержать весь Ближний Восток от скатывания в хаос. Лига арабских государств сделала шаг, который может положить начало возрождению идеи панорабского единства. Речь идет о формировании объединенных сил быстрого реагирования. Спустя полгода после возникновения идеи на саммите ЛАГ в Египте, страны-участницы организации перешли от слов к делу. На фоне стремительно развивающихся событий реагировать действительно придется быстро. 40-тысячная группировка, готовая к немедленным боевым действиям, серьезный аргумент, с которым придется считаться всем. Если ЛАГ доведет дело до конца, на Ближнем Востоке появится новый крупный игрок. И к такому повороту событий с большой настороженностью относятся в Израиле. В не столь отдаленном прошлом панорабское единство всегда приводило к войнам с еврейским государством. В этот раз Иерусалим убеждают, что союз не направлен против какого-либо конкретного государства. Но в Израиле слишком хорошо помнят цену войны судного дня. Владимир Унанянц, RTVI С антисемитизмом в Иране не может справиться ни высокое искусство, ни просьбы сильных мира сего. Тегеран отказался предоставлять сцену дирижеру Даниэлю Баренбойму. Он еврей и гражданство у него израильское имеется. В Израиле Баренбойм давно не живет. Еврейское государство критикует. Выступать предпочитает в Берлине и в секторе газа. Но это, как и ходатайство германских властей, не помогло ему в налаживании культурного диалога с иранцами. В Министерстве иностранных дел Исламской Республики заявили, Иран не признает сионистский режим и не намерен сотрудничать с его представителями. Концерт должен был состояться в октябре во время визитов в Тегеран канцлера Германии Ангелы Меркель. Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor в Европе такого еще не было. Четыре F-22 и военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III прибыли на авиабазу Шпангдалем в Германии. В штабе ВВС США сообщили, что американские самолеты будут участвовать в тренировочных полетах и отрабатывать взаимодействия с подразделениями других стран-членов НАТО. Учения, как ожидается, продлятся до середины сентября. Впервые о возможности переброски в Европу истребителей F-22 сообщили в июне на авиасалоне во французском Лебурже. Так США решили продемонстрировать свою мощь Москве. Во всяком случае, министр ВВС США Дебор Али Джеймс заявила, что действия России по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов и их европейских союзников. Размещение F-22 в Европе усилит возможности военно-воздушных сил НАТО. Россия резко отреагировала на планы США, обвинив Вашингтон в попытке втянуть Москву в новую гонку вооружений. Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor был принят на вооружение ВВС США в 2005 году. При строительстве самолета использовалась технология стелс, делающая его практически незаметным для радаров противника. Россия тоже демонстрирует мощь ВВС на авиасалоне в подмосковном Жуковском. Учений российская сторона проводит в разы больше, чем НАТО. Министерство обороны анонсировало в 2015 году 4000 военных маневров, а Североатлантический альянс – 400. Теперь, как считают аналитики, многое в отношениях Россия-Запад может прояснить Генассамблея ООН. Впервые за 10 лет на сессию едет Владимир Путин. Соответствующее распоряжение президента появилось на официальном портале правовой информации. После того, как участие главы российского государства в 70-й сессии Генассамблеи завершится, российскую делегацию возглавит Лавров. Юбилейная сессия начнет работу в Нью-Йорке 15 сентября. Путин трижды выступал на сессиях в 2000, 2003 и 2005 годах, а в 2009 мероприятии участвовал его преемник Дмитрий Ведведев. Последние годы российскую делегацию возглавлял глава МИД Лавров. Встреча Путина и Обамы на полях Генассамблеи под вопросом «Белый дом» заявил, график двусторонних переговоров американского президента пока не утвержден. Иосиф Кобзон предложил разорвать депотношения с США временно. Тем самым депутат Госдумы и артист предлагают отомстить Вашингтону за визу с ограничениями, выданную Валентине Матвиенко. Напомню, председатель Совета Федерации, как и, соответственно, Кобзон в санкционном списке США из-за Украины. Она может въезжать в Штаты для участия в мероприятиях ООН, но передвигаться куда и как хочет не может. Черные списки есть и у Европы. Именно туда, несмотря на санкции, Кобзон едет лечиться. А помог с медицинской визой лично президент России Владимир Путин. Семь лет назад Иосифу Кобзону поставили диагноз «рак предстательной железы». Его прооперировали в Германии. В какую именно страну ЕС 9 сентября едет российский депутат, неизвестно. Факт, что услугами российской медицины не самый бедный россиянин воспользоваться не пожелал. А ведь именно Кобзон некоторое время назад сделал скандальное заявление по поводу лечения больных раком детей. А мы находим по телевидению «Спасите ребенка». Ну что делать, это несчастье. Я сочувствую матери ребенка. Но для того, чтобы собрать валюту и вылечить ребенка, может быть целесообразнее. Не потому, что там не обращать внимания этого больного ребенка, а может быть целесообразнее по приоритетности собрать средства и помочь Крыму. Кобзон неоднократно посещал сепаратистские ДНР и ЛНР в обход законодательства Украины, не получая разрешения Киева. Артист и депутат вызвал на словесную дуэль украинских президентов и премьер-министра. «Я готов сесть из Порошенко и с Яценюком за стол и посоревноваться, кто и сколько знает поэзии на украинском языке». Они декларативно выступают. Это была цитата. Корпорация Apple отказалась перечислять выплаты разработчикам из России, которые имеют счета в Сбербанке. Компания разослала соответствующие письма OSX и iOS и предложила поменять платежные реквизиты. В уведомлении сказано, цитирую, «Указанный вами в iTunes Connect банк попал под прямое действие ограничений. В результате мы вынуждены приостановить любые выплаты до тех пор, пока вы не укажете счет в том банке, на который не распространяются ограничения. Чтобы обновить платежную информацию, зайдите в раздел «Agreement – Tax and Banking» на сайте iTunes Connect. В компании все это объяснили тем, что в отношении российских банков действуют санкции США и ЕС. Зачем доллар и гучи? Президент Беларуси задается вопросом. Александр Лукашенко призывает граждан не гнаться за модой, а ходить в белорусском нормальном белье и одежде. Он осудил молодежь, которая носит джинсы с дырами. Пламенную речь Лукашенко произнес на встрече с сотрудниками Барановичинского производственного хлопчатобумажного объединения. Он отметил, что в преддверии президентских выборов мог бы сказать, что в стране все хорошо, но этого не делает, правда, добавил. В 2016 году будет лучше. А кому сейчас легко? В Китае, России, в Казахстане, не говоря уже об Украине, везде проблемы с национальной валютой. Государство, пообещал президент, не будет искусственно держать белорусский рубль. Он уже в свободном плавании. И чтобы Беларусь справилась с трудностями, Лукашенко призвал не бегать по обменникам. Не бегайте вы по этим обменникам. Вы создаете лишние проблемы. Давайте поживем на своем. Вот что в наших магазинах есть, поживем на своем. И отдохнем эти годы у себя в Беларуси. Не будем вывозить валюту. В мире идет война. Если я раньше, вот вам искренне говорю, ну просто меня тросло, когда я видел изменения этих курсов валют и прочее, сегодня меня волнует больше другое. Удержаться бы. Турция готовится к досрочным парламентским выборам. Они состоятся 1 ноября. Поводом для распуска предыдущего парламента стало заявление премьер-министра Ахмета Давут-Углу о том, что сформировать коалицию невозможно. Однако все это не помешало президенту Раджепута и Пуэрдогану утвердить предложенный тем же Давут-Углу состав временного правительства. В Кабмин войдут два представителя прокурдской оппозиции. Я напомню, что народно-демократическая партия Турции Силхадина Демерташа впервые попала в Межлис в результате последних выборов. Во многом из-за этого партия справедливости и развития Эрдогана не смогла получить в парламенте абсолютного большинства. И новые выборы выгодны президенту, так как им предшествует кампания борьбы с террором. И снова главным врагом Турции объявлена рабочая партия Курдистана. Ее боевики обвиняются и в сегодняшнем теракте, неподалеку от границы с Сирией. Не менее 24 человек получили ранения в результате подрыва автобуса с полицейскими. Естественно, что антикурдские настроения в обществе растут и шансы партии Курда Демерташа повторить успех на наябрьских выборах снижаются. Это были все темы, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий. Ну что ж, у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Продолжайте следить.